UFC отчасти уже давно перешли от спорта к шоу. Бои зачастую назначаются не по спортивному принципу, а по принципу того, какой поединок будет легче раскрутить и в конечном счете более выгодно продать. Но и в таких условиях промоушен все же не забывает о спортивной составляющей. И мы раз за разом можем наблюдать очень зрелищные и конкурентные войны в октагоне. И тот, и другой подход по-своему крут. Ведь мы хотим видеть и то, кто из самых жестких атлетов окажется более сильным. И то, как на пресс-конференции два юмориста будут выяснять, у кого больше амбиции. В общем, сегодня я хочу выделить топ-5 боев, которых жду лично я больше остальных. Ставь лайк и полетели! На пятую строчку я поставил бой Израэля-Адесани и Пауло Косты. Эти головорезы должны сразиться на UFC 253 20 сентября. И там точно будет на что посмотреть. Для затравочки возьмем тот факт, что эти двое действительно недолюбливают друг друга. Между ними настоящая неприязнь. И это круто для раскрутки боя и для войны в клетке. Во время пресс-мероприятий мы сможем хорошенько поржать с того, как Адесани и Коста подкалывают друг друга. А уж во время боя пощадой не будет ни от одной из сторон. Более того, если кто-то из бойцов выйдет в октагон не с холодной головой, то мы сможем получить очень яркий и скоротечный бой. Вообще, нигерийский новозеландец и бразилец должны были сойтись еще раньше. Но Коста получил травму. И вместо этого боя Адесани убежал из клетки вместе с титулом, оставив ни с чем старину Ромеро. Со спортивной составляющей этот бой также очевидно единственный верный вариант в среднем весе. Оба атлета являются непобежденными. Адесани набил рекорд 19 к 0, а у Коста 13 к 0. И один из бойцов, помимо чемпионского пояса, также заберет чужой нолик. Оба являются яркими ударниками. У Адесани 14 побед нокаутами, у Косты 11. Потому борьбы мы в этом поединке точно не увидим. А, да, борьба круче ударки. Янис, все как договаривались. А увидим мы напор Косты с тяжелыми одиночными ударами и небольшими комбинациями. И грамотную работу Израэля в манере контр-ударника. Вообще, на мой взгляд, Коста идеально подходит по стилю для контр-панчера Адесани. Но что случится в бою, мы сможем увидеть лишь 20 сентября. Что ж, ждем с нетерпением. На четвертое место я поместил бой, который, вероятно, никогда и не произойдет. Но уж очень бы хотелось его лицезреть. Это противостояние Джона Джонса и Фрэнсис Сангану в тяжелом весе UFC. Слухи о возможности такого поединка начали ходить еще в начале мая этого года. И вроде все шло к тому, что мы все-таки увидим супербой на бойцовском острове. Но что-то пошло не так. Джонс и Сангану уже активно начали раскручивать бой, поливая друг друга отборными фекалиями в интернете. Как и положено бойцам такого уровня. И босс тоже был не против срубить немного капусты с такого хайпового мочилова. Но каждый из этих мужчин, а в частности Джон Джонс и Дана Вайт, представляли по-своему идеальные переговоры. Вайт увиделось, что Костлявый должен с радостью принять возможность молотить собственной головой канвас, принимая тяжеленный удар от кошмарного Сангану, за положенные ему по контракту 500 тысяч зеленых. Джонс же, напротив, не горел желанием рисковать всем, чем только можно, ради обычного своего гонорара. За эти деньги ему было легче принять какой-нибудь проходной бой с Блаковичем и спокойно сохранить пояс и лицо во всех смыслах этого слова. Собственно, Джонс просил бабла, Дана бабла давать не хотел. И на этой почве мы получили обиженного Чемпа в полутяжелом весе и сорванный супербой. К слову, в то же время Хорхе Масвидал никак не мог договориться о положенной для него сумме на следующий поединок. Но когда заболел Бернс и нужно было срочно спасать карт, дядя Вайт расчехлил кошелек и, как мне кажется, отслюнявил немалую сумму для кубинца, лишь бы шоу состоялось. Так что, вероятно, при каком-нибудь подобном раскладе и бой Джонс против Ингану мы тоже сможем увидеть. Что касается спортивной составляющей, то тут уж реально 50 на 50. Меочич показал, как можно победить Ингану, и Джонс в такой манере работать может легко и долго. Но Ингану показал, сколько динамита в его кулаках. Одно максимально точное попадание по Джонсу, и тут никакая держалка не поможет. Ведь из рук Хищника вылетают просто пушечные ядра. Четыре предыдущих соперника Камерунца не дадут соврать, все полегли в первом раунде. Так что такой бой был бы действительно очень интересен зрителям и мог бы собрать неплохую кассу. Потому, кто знает, может Дана и заплатит ребятам за такое зрелище. А мы с вами можем только надеяться, верить и ждать. Этим и займемся. На третью строчку поставлю недавно анонсированный бой в легком весе. Два чемпиона сойдутся в клетке, чтобы решить, кто же из них настоящий чем. Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи. На мой взгляд, это очень крутой поединок и самый сложный экзамен для Орла. Как и для Джастина Гейджи, собственно. Оба при грамотной работе очень хорошо могут держать высокий темп все пять раундов. И все зависит от того, насколько хорошо Джастин сможет защищаться от проходов Хабиба. Ведь Орел точно будет делать попытки. На бумаге Гейджи имеет очень крутую борьбу. У него превосходная статистика защиты от тейкдаунов. В 80% случаев, когда соперники пытались его перевести, Джастин оставался на ногах. Но блин, это же Хабиб. Разве еще есть люди, которые верят, что Нурмагомедов не переведет на канвас кого угодно? Так что я думаю, рисунок боя со стороны Хабиба точно не будет отличаться от других его поединков. Задача будет максимально проста. Уронить, вымотать, задушить. Вопрос в другом. Сможет ли Джастин, когда бой будет проходить на ногах, накидать своих фирменных панчей в голову Хабибу? Ведь американец выбрасывает в среднем около 8 акцентированных ударов за минуту. Настолько жестко работающего ударника россиянин еще не встречал. Плюсом, мы совсем не знаем, в каком моральном состоянии будет Орел к моменту боя. Насколько он будет хладнокровным и мотивированным. Ведь Гейджи сейчас на пике своих физических и моральных кондиций. В общем, бой точно не будет проходным. И наверняка окажется конкурентным и крайне интересным. Ух, скорее бы, скорее. Второе место. И тут точно будет настоящий погром в клетке. Ведь сойдутся два лучших тяжеловеса в истории промоушена. Для того, чтобы выяснить, кто же из них самый лучший. Бэтмен против Супермена. DC против Меочича. Бой этих двух мужчин в самом рассвете сил пройдет уже совсем скоро. А именно 16 августа. Это будет главное событие вечера на UFC 252. И это точно будет круто. Эти джентльмены уже бились дважды. И оба по разу смогли друг друга удосрочить. Сначала Кормье вырубил Степи уже в первом раунде. И отобрал у него пояс чемпиона. А затем уже Меочич смог потушить DC в четвертом раунде. Знатно расколошматив корпус Дэниеля перед этим. Вот и получается, что у нас с вами тут идеальный бой. Два типа, которые ни в чем не уступают друг другу. Это уже их третий бой. Оба отлично знают соперника. Каждый из них чувствовал и вкус победы, и горечь поражения в очных поединках. Каждый из них достоин носить звание лучшего тяжа в истории. Но лучшим может быть только один. И в этот решающий момент они выходят в клетку. Чтобы натурально биться за собственное наследие. Даже не представляю, что может быть эпичнее. Ммм, разве что колено в голову на шестой секунде. Но нет, тут даже сравнивать не приходится. Делать какие-то прогнозы в таком бою даже не хочется. Тут бьются две легенды. И будет как будет. Уважение обоим этим гигантам мира ММА. Будем болеть за красивый бой. Ведь на наших глазах творится история. И это круто. Хоть бы не сорвался, хоть бы не сорвался. Я бы конечно поставил на первое место двух предыдущих гладиаторов. Если бы не одно но. На днях Дана Вайт сказал, что если Хабиб победит Гейджи. И захочет подраться с Сен-Пьером в следующем бою. То так оно и будет. А затем сам Джордж сделал весьма недвусмысленное заявление. Он сказал, что только обрел душевный покой. И перестал думать о боях. Как появился вариант боя с Хабибом. И теперь он будет ждать, чем кончится схватка между Гейджи и Нурмагомедовым. То есть все идет к тому, что если Орел останется чемпионом. То он может сразиться с GSP. А учитывая то, что Хабиб хочет завершить карьеру на мажорной ноте 30-0. То попахивает просто мега эпичностью. Только представьте, россиянин убирает Гейджи. Выходит против GSP. И в тяжелой битве одерживает победу. Получает 30-0 и завершает карьеру как лучший боец в истории ММА. Воу, полегче. Конечно, мало кто будет думать, что Хабиб так и не побил Фергюсона. А 30-ю победу добыл в бою с давно завершившим карьеру ветераном. Ведь это все будет слишком эпично. Без вопросов, вероятность такого исхода зависит от очень-очень многих факторов. Начиная с того, что для начала необходимо побить одного из самых сложных оппонентов в легком дивизионе Джастина Гейджи. И заканчивая тем, что и Джордж Сен-Пьер это далеко не подарок. Даже в свои года он вполне может выйти победителем в потенциальном бою. Однако, сама вероятность этого боя крайне воодушевляет. И если все сложится именно так, как мы описали ранее, то это будет прекраснейший финал и без того великолепной карьеры непобежденного россиянина. Собственно, именно эти бои больше остальных жду лично я. Конечно, есть еще много очень крутых предстоящих ивентов. Ухсман должен пройти проверку несгибаемым Бернсом. Восходящая звезда среднего веса Эдмен Шахбазян наконец получил топовую оппозицию в лице Деррика Бронсона. В легчайшем весе куча вариантов для Петра Яна. Забит может подраться с Родригесом. Также возможен бой между Фергюсоном и Парье. Да и Конор может вернуться в любой момент. Вариантов масса, поэтому напиши ты свой топ из трех боев, которых ждешь с нетерпением. Поставь лайк, если зашло. А если не зашло, пиши в комментах обратную связь. Будем мотать на ус. Подпишись по-братски, мы тут пытаемся добить тысячу подписчиков. Самое время поучаствовать. Это канал Истайм. Я Иван Неуймен. И я, как всегда, желаю тебе крепкого бойцовского духа. Только победного настроя. Будь здоров. О, это тупняк для того, чтобы в конце было смешно. Ну давай хоть побыстрее, мистер Вальяжность. Не, я подумал, ты будешь писать. Ты тут... Четыре предыдущих соперника нигерийца не дадут соврать. Все полегли в первом раунде. Слушай, проверь, из Нигерии он или нет? Может, Дана и заплатит ребятам за такое зрелище? Ребятам, нихуя там ребята. Ну да, ты будешь... Ну да, ты будешь...